Особое мнение на 101FM Хочу начать с вопроса, который сегодня был поставлен на ежедневном, вернее, еженедельном традиционном понедельничном совещании у губернатора Кировской области Александра Соколова Затронул он там тему темноты в городе, буквально процитирую, что сказал губернатор нашего региона Проезжая часть худо-бедно освещается, вы пешком по улице походите по тротуару без фонариков в темное время суток невозможно там ходить, тротуар и ноги сломаешь Соколов вспомнил энергосервисный контракт, где огромная сумма была потрачена на то, чтобы заменить светильники по городу Что, Денис, происходит? Почему ситуация-то не изменилась? Я думаю, что губернатор еще достаточно долгое время будет спотыкаться об все эти бывшие коррупционные истории На мой взгляд, это абсолютно неэффективно Вот это все, что сделано с самоэнергосервисным контрактом, это мое мнение Мы выступали против и говорили, что этим должны заниматься муниципальные предприятия Тогда был бы с кого-то спрос Цель этого энергосервисного контракта была заменить светильники на диодные На энергосберегающие, да, на энергосберегающие И там для города ничего не уменьшается То есть там в течение 7 лет вот эту экономию, разницу между старыми светильниками и самоэнергосберегающими Ее получает вот как раз вот этот выгодоприобретатель, который и самоустанавливал эти светильники В данном конкретном случае это Ростелеком Поэтому то же самое могло сделать и Горэлектросети, и Кировсвет Мы об этом неоднократно говорили Причем часть работ производил Кировсвет, там, видимо, по договору подряда Но, честно говоря, у нас уже тогда вызывало качество этих светильников большой-большой вопрос Потому что разница между светильниками, между лампочками, даже диодными Мы прекрасно понимаем, когда заходишь в магазин, там одна стоит 60, другая там 160 То есть, как бы, понятно, что есть, да И поэтому светильники были установлены, на мой взгляд, вот то, что мы сейчас видим Каждый год становится темнее и темнее И что с этим делать? Что? Новый контракт? Я думаю, что надо... Новую компанию искать, новые лампы Ну, во-первых, там было, если мне понять не изменять, по-моему, 27 тысяч светильников поменено Вот, поэтому, как это сейчас будет происходить, то это будет возмещать Я считаю, что тут надо просто делать замеры и предъявлять По крайней мере, так как контракт уже есть, предъявлять Ростелекому то, что, ну, десоответствующая освещенность Поэтому, мое мнение такое Но тогда очень и глава администрации, я так понимаю, и региональное правительство Очень родились за то, чтобы вот именно эта компания выиграла данный контракт Ну, мы выступали на комиссиях, на думе То есть, мы говорили, что это, ну, не совсем то И в любом случае, так бы мог всю экономию получать город А сейчас руководителей этих нет? Ну, сейчас, конечно, их нет Кто-то уехал, кто-то там погряз в судах, возможно, в будущих посадках Вот, поэтому сейчас, ну, как-то из этой ситуации надо в любом случае выходить Ну, видимо, ну, да, призвал в том числе и депутатов Как-то повнимательнее отнестись к этому вопросу Губернатор Соколов, подключайте ЖКХ депутатов, давайте разбираться с этим Ну, опять, да, вот хотелось бы, чтобы эффективность этих дел, она была в пользу того, чтобы светлее в городе Но светлее, и мы-то говорили, почему нам именно казалось, что это и до сих пор, как бы, мы убеждены, что тут какая-то схема такая полукоррупционная, коррупционная, не знаю Потому что смысл было отдавать вот эту выгоду от, само, от сэкономленной потребления электроэнергии частной, пускай там с государственным участием, но тем не менее частной компании Когда эту всю выгоду мог получать город и найти сэкономленные уже деньги, допустим, там, освещать второстепенные улицы, освещать тротуары, можно сделать подсветку каких-то домов и так далее Мы-то говорили именно об этом, и говорили о том, что давайте отдадим в город, чтобы деньги не уходили, оставались в муниципальных предприятиях, и тогда вот эту экономию можно было там, не знаю, ну, куда угодно пускать, там, парки подсвечивать, там, здания подсвечивать какие-то, может, старинные То есть, ну, как бы, вот именно в этой теме город развивать и делать его красивее, может быть, не знаю, там, как бы веселее, что ли, поднимая достроение у людей Не вот этот мрак серости, тем более погода у нас, как правило, осень, а именно такое, чтобы было ярко и хорошо Я ведь прекрасно помню, последние 2-3 года нам муниципалитет так громогласно объявлял о том, что мы сейчас начинаем тратить деньги на освещение уличное в таких объемах, в которых не тратили очень долгое время И что в городе будет светлее, но вот мы видим, да, что ничего не меняется Ну, да, к сожалению, это так, поэтому я думаю, что тут абсолютно правильное замечание Я надеюсь, что, ну, все-таки ход этому делу, в том числе, может быть, каким-то расследованием, экспертизом по качеству светильников и так далее Он будет, как бы, дан, и, может быть, как все остальное, город просто спустя какое-то время признает, что ему реально причинен ущерб Там, например, в качестве поставленных светильников, ну, например, там, детого качества, то есть, как вариант Поэтому я думаю, что тут есть куда погружаться и чем заниматься Я напомню, что Денис в предыдущем шестом созыве Гордумы возглавлял комиссию по ЖКХ, транспорту и так далее А сейчас в городском парламенте появилась седьмая постоянная комиссия Называется она комиссия по экономике и предпринимательству И Денис сейчас ее возглавляет Владимир Смирнов, управляющий делами аппарата главы города Кирова На первом заседании Городской думы пояснил, что в связи с актуальностью вопросов развития вопросов экономики и предпринимательства В нашем городе для улучшения инвестиционной привлекательности города И выработки единой политики в сфере экономики и предпринимательства И создается эта комиссия Чем, Денис, заниматься? Почему актуальность, важность ее вот сейчас так остро стоит? Какие уже планы, задачи по работе? Вы знаете, эту комиссию... Данная комиссия предлагалась еще в прошлом созыве сделать Потому что реально на сегодняшний день, особенно малый и средний бизнес у нас в городе Он, знаете, как будто существует сам по себе То есть его не замечают, не хотят замечать Или как-то с ним и не считаются и так далее То есть мы постоянно... В общем, проблем много Очень много, на самом деле И касаясь, допустим, достаточно сложное время для бизнеса Вот это же, например, дорожная реклама, да? То есть когда там всех массово по щелчку там обязаны все поменять Эти же... Это так называемый дизайн-код Дизайн-код, да Но я думаю, что все равно должен быть какой-то плавный период И как бы если человек там меняет вновь вывеску Тогда, конечно, как бы он, наверное, должен... Она уже должна соответствовать Но, по крайней мере, то, что есть По крайней мере, точно нельзя все разом убрать Потому что это некая нагрузка на бизнес Учитывая, что сейчас доходы доселения не такие большие Соответственно, все это ощущается на бизнесе Поэтому я думаю, что надо беречь и всячески оберегать там От каких-то допадок, проверок со стороны Тем более подиципалитета Но вот какие конкретные рычаги есть для того, чтобы оберегать малый бизнес? Нет, ну, например, подиципалитет, к примеру, постоянно Вот поэтому же то, что мы начали говорить Вот этот же дизайн-код постоянно шлет письма Вплоть до угрожения штрафами и так далее Приведите в соответствие Я думаю, что это как-то надо систематизировать И, по крайней мере, точно декошмарить И тем более не давить какими-то штрафами Второе — НТО То есть у нас тоже как бы странная территория Вроде город должен получать доходы от этих НТО И как-то быть заинтересованы, что ли, в развитии Понятно, что с учетом... То есть помогать жить, помогать развиваться И на временном арендные платежи получать Конечно, архитектурных каких-то требований То есть какого-то самого дизайна Вбесто этого, что у нас постоянно То один дизайн, то другой дизайн То переделайте так, то переставьте сюда И поэтому людям проще уйти на придомовую территорию Кстати, во всех городах, например, в Москве, в Басковской области Невозможно поставить НТО на придомовой территории И вот в моем понимании, наоборот, город должен создать такие условия Когда все НТОшники встанут на муниципальной земле И город будет получать доход И у них, по крайней мере, будет стабильность Ну, я не знаю, хотя бы, не знаю, там, пять лет Вот, чтобы их... Они жили в каком-то состоянии статус-кво какому-то зафиксированном Конечно, то есть и таких... Развитие каких-то территорий А у нас, кстати, простите, у нас приостановлена вот эта смена Очередная волна дизайна этих стационаров Приостановлена на год Скоро он уже пройдет И поэтому, как бы, я думаю, что опять... С новой силой может возникнуть Да, поэтому вот это недопонимание, когда многие предприниматели, допустим, там, жалуются, что они не могут в администрацию попасть, например, не могут решить какие-то вопросы Потом у нас достаточно там, ну, там, я не знаю, там неэффективно используются какие-то территории О чем вот говорил исполняющий обязанности главы администрации Симаков о том, что каждый земельный участок, он так или иначе должен приносить горожанам или городу какую-то выгоду, какую-то прибыль, да? То есть, либо это общественные какие-то территории, парковки, скверы, там, и так далее Либо это должен как-то бизнес, там, облагораживать или, там, строить что-то, там, и так далее Вместо этого у нас, ну, ничего не происходит Вот, например, одно из последних заседаний комиссии по ЖКХ в прошлом созыве, по-моему, там, в июне Из снесенных домов, 80 снесенных домов, только два участка задействованы, ну, доведены до конечного использования, скажем так А что-то, что там конкретно? Ну, то есть, вот у нас... Я помню, администрация там и парковки обещала строить на месте снесенных домов В конечном итоге ничего И скверики какие-то обустраиваются Мы видим, просто это пустыри В лучшем случае это пустыри До недавнего времени это были пустырь-помойка Когда стасили верхнюю часть дома, а весь фундамент оставляли и закапывали, да То есть, мы эту историю, как бы, раскопали, подняли Было уголовное дело, к сожалению, там, никто за него не посидел, за это уголовное дело Но, тем не менее, как бы, сейчас мы говорим о том, что Если дом снесен, этот земельный участок должен быть в каком-то, там, не знаю, обороте, да То есть, там, появится парковка, площадка, то есть, там, еще что-то, да То есть, какое-то, может быть, какое-то здание, например, там, с торгов, там, продать этот участок Под какой-то, не знаю, под какую-то пекарню, еще все что угодно Но, тем не менее, из 80 вот этих снесенных домов было 80 сараев, стало 80 пустырей Два участка только задействованы, один и то силами И программа еще продолжается Конечно, дома сносятся, ничего не появляется и так далее То есть, такое ощущение, что администрация путиципальная, она как-то сама по себе И вот, чем меньше, там, сегодня, допустим, из предпринимателей к ним никто не обратился Ну и, слава богу, да, то есть, у них, там, день прошел меньше проблем Поэтому мы неоднократно говорили о том, что бизнесу надо уделять, там, особое внимание Как бы, и чтобы он сам втягивался в какие-то проекты городские, там, в какие-то парки Какие-то еще что-то, не кошмарить его постоянно, там, какими-то Тут снесите, тут уберите, тут мы вас оштрафуем, тут еще что-то А именно быть в диалоге с ним И чтобы им здесь хотелось оставаться, чтобы им не хотелось отсюда самоубегать Потом, а у нас, вместо этого, что делается, поднимаются дологи на имущество Отменяются, как бы, само льготы по предпринимателям Если вот, если раньше была, к примеру, льгота Если человек использует, там, коммерческое помещение под предпринимательскую деятельность Он освобождался от уплаты долога на имущество Сейчас это отменили, да Кадастра стоимость поднялась Ставки дологовые поднимаются То есть у нас делается все, причем мы неоднократно говорили Но это не та же полномочия, это полномочия законодательного собрания О том, что сделать хотя бы для малого бизнеса Так, как в соседних регионах Вот, например, в КОМИ, там, УСН Это упрощенная система налогообложения Там у нас, допустим, 6, ну, по факту 7, да То есть если там превышает, там, 300 тысяч месяцев То есть, а там 3 процента У нас доходы минус расходы 15, а там 7,5 Мы-то говорили именно о том, что давайте хотя бы сделаем Как в соседних регионах Чтобы, ну, даже чтобы, ну, чтобы бизнес не уходил Чтобы он искал, где, то есть, как бы Где зарегистрироваться, там, как бы и так далее А именно здесь развивался, именно здесь оставался Именно здесь создавал рабочие места И в том числе, как бы, ну, придумал какие-то новые-новые, там, проекты Бизнеса, там, и так далее Но, к сожалению, вот в администрации Тем более, учитывая, что вот у нас Управление по предпринимательству Ну, я неоднократно говорил там вообще Просто чем они управляют Какую пользу они делают для бизнеса Ну, честно говоря, вот зато... Ну, хороший вопрос Я сейчас не могу сразу так сходу сказать Я не понял Какую помощь конкретную оказывает управление профильное Никакую, потому что, ну, вот они, кроме Они оказывают помощь только себе Получая из бюджета зарплату Из того бюджета, который наполняет в том числе предприниматель А пользу они никакую бизнесу не приносят Поэтому мы-то и говорим о том Что давайте вовлекать в какие-то бизнесовые истории Как бы, чтобы будет с полетет Вот именно, как бы Шел навстречу бизнесу Вот именно об этом А как планируется в рамках этой постоянной комиссии Аккумулировать, собирать предложения от бизнеса? Как непосредственно с тобой С тобой можно контактировать, взаимодействовать? Ну, я всегда открыт И у меня достаточно большой круг общения И все, как бы, кому интересно То есть там и телефон, и электронная почта Они все есть в общем доступе А так и есть у нас достаточно Как бы, ну, эффективные площадки Которые так или иначе Самообъединяют предпринимателей Которые, в принципе, у которых там Как бы мысли и идеи По некоторым направлениям Кто чем занимается У них там достаточно много Вот, поэтому Я считаю, что тут Ну, необходимо Каждую сферу бизнеса Ее просто, ну, не знаю Отдельно, наверное, рассматривать Будь это производство Будь это социальные какие-то Там Самообизнесовые истории Вот у нас даже пример был В том созыве буквально приходит человек Говорит, я хочу построить Как частный инвестор Стадион Хочу построить, чтобы Там днем Днем занимались дети А вечером я буду его, как бы, отбивать И на нем зарабатывать То есть для детей бесплатно днем А в остальное время Ну, потому что днем Не коммерческое время Там никто, понятно, из взрослых Не будет играть Бизнес социально Ответственной нагрузкой Что, на мой взгляд, должна сделать администрация Найти, заинтересовать И предоставить тот земельный участок Который будет там интересен И администрации Причем максимально сжатые сроки Конечно, то есть как бы Без этого сказали, они говорят, нет Ну, нет То есть это вот Ну, это вот Подход вообще к бизнесу Мне кажется, это сверхтупость Это какая-то глупость И тупость И вообще просто Настолько ненавидеть свой город Чтобы вот, ну, такие проекты Не поддерживали Поэтому, понятно, что вот Именно поэтому В том числе нас услышали Повестка первого Повестка первого заседания Там комиссия, возможно Сейчас она уже продлевается Она формируется Формируется предложение Потому что все они, как правило Очень объемные То, что есть Поэтому мы просто Ну, нельзя там Говорить сразу о глобальном Мы будем просто Вот то, что сейчас В первую очередь По крайней мере Самое актуальное Самое острое вопрос Да, стараться как-то И поделить на маленькие Чтобы они постепенно Но Был какой-то эффект И просто Комиссия для комиссии А просто По поводу, да Мэрии Непосредственно Исполнительные власти У нас ведь давно уже Раздаются Призывы к тому Чтобы у нас был Профильный зам Главы администрации Которая отвечает За предпринимательство У нас же сейчас нет такого Ну, у нас есть зам По экономике Но, вы знаете На одной из последних Насколько ясны Его полномочия Нет, на прошлом В прошлом созыве То есть На одной из последних Дум Мы как раз Заслушивали их доклад Доклад, который Курирует там И вы Как бы у ДМС И которые курируют Экономику И там Предпринимательство Ну, вы знаете Как бы Ну, это Ну, это какая-то Вообще просто Ну, ересь Лучше бы это не слышать Потому что На самом деле Очень печально Когда вот такие Подобные Персонажи Сидят в администрации Получают деньги И Тесут вот такую Там вот Вот то, что Мы как бы слышали Но для меня Это просто даже Не знаю Уши режет Да То есть это Ну, вообще Человек абсолютно Ну, от бизнеса Далек так же Как я От космонавтики То есть это Ну, просто Ни о чем Поэтому Я надеюсь Что учитывая Там будет формироваться В том числе И новая команда В администрации Города Я надеюсь Что подобных Тоже персонажей Там быть точно Не должно Нужно все равно Как бы людей Которые будут Работать И заточены На результаты Которые будут Хотеть Ну, как бы Для собственного Может быть Такого удовлетворения Хотеть Что вот Я это сделал Я это смог Я это помог Я этого добился Там и так далее А не так вот Пришел Посидел Зарплату получил И как бы все То есть вот От таких точно Надо избавляться Кстати, у нас ведь На уровне региона Сейчас еще Вакансия Освободилась Это уполномоченного По правам По защите прав Вернее Предприниматель Я не слышал До конца сентября Вроде конкурс был Объявлялся Хотя новостей нет Кто там заявлялся Ну, вот то, что Кто был То есть я Честно говоря Не слышал Ни одного предпринимателя Может, не знаю Плохо Плохо слушал Но я не слышал Ни одного Кому помогла Именно эта структура То есть Я слышал Эти там Бравые доклады То есть Какие-то Но Вы знаете Это просто Вот звук Это просто слова Это просто Какая-то вот Должность Какие-то опять же Вот Пожирание Бюджета Но эффекта От этого нет Вот Любой предприниматель Будь он там Малый, средний бизнес Они все равно Так или иначе Люди, которые Заточены на результат И вот они Эту Пыль-то Которая Вот Зачастую идет От чиновников Они очень Четко понимают Что как бы У них уже В принципе И Когда у них Вообще Утухает вера Что Здесь их Слышат Там Готовы Как-то Идти на встречу И так далее Они просто Это те люди Которые Уверены В себе Которые В принципе Могут Переехать В другой регион И организовать Там этот же Самый бизнес Так вот Наша задача Чтоб они Не уезжали Чтоб Их Всечески Удерживать Их Здесь А не Делать Чтоб они Бесконечно Саморазъезжались Там В более благополучные Регионы Где Ну Реально Во многих Пуниципальных Образованиях Во многих Городах Бизнесу Реально рады Идут До встречи Таких примеров Вот у меня Даже лично Полно От своих Знакомых Друзей И так далее Когда они Приезжают И с такими Удивленными Глазами Рассказывают Каких там В администрации Готовы с ними Ходить и помогать У нас такого Не существует Я напомню Что первое Заседание Кировской Городской Думы Седьмого Созыва Прошло на Прошлой Неделе 28 сентября И Возглавлять Седьмой Созыв И возглавлять Город У нас будет Елена Васильевна Ковалева Денис Как так получилось Что только два Кандидата Было на должность Главы города Елена Ковалева И Виктор Савиных От новых людей Владимир Журавлев Еще предлагал Анну Альминову Но Анна Александровна Сказала Что у нее Пока нет должного Опыта Она хотела бы Снять самоотвод Многим казалось Что более конкурентным Будет этот процесс Ну на самом деле То что касается Альминовой Я считаю Что с опытом У нее наверное Все хорошо Просто Ну это Не знаю Поскромничало Бывший министр Спорта Хировской области Поэтому я думаю Что там Все на самом деле С опытом Все нормально Ну просто Учитывая Что Большинство На сегодняшний день В думе Кировской городской думе У партии Единая Россия Поэтому они Приняли Такое решение Что Выдвинуть на главу Города Ковалеву Да То есть И можно было Выдвинуть от каждой партии По главе города Но мы все Прекрасно Понимаем Что К сожалению У нас С избирательным Правом Кировчане Из кировчан Воспользовался Каждый четвертый Поэтому Расклады На сегодняшний день 24% явка Да 24% С небольшим Поэтому То что есть То есть И поэтому Ну Смысл Выдвигать От каких-то Других партий То есть У ЛДПР Даже вообще Даже мысли Не было О том Чтобы Нет У нас Не было Кандидата На главу Города Потому что Мы прекрасно Понимаем Что Не пройдет Да Он не пройдет Потому что Есть У партии Большинство Поэтому Как бы Я думаю Что в этом Особо Депутат Ерохин Пожелал Большей самостоятельности Елене Васильевне Что Что имел ввиду Депутат Ерохин 28 числа Я имел ввиду То что Я старался Как можно Учитывая Я старался Как можно Корректнее Выразить Этот вопрос Но Я имел ввиду Готов пояснить Что я имел ввиду Я имел ввиду О том Что Мы В прошлом созыве Боролись С двумя Главами Администрации Города Это Самая Та Шульгиным Когда первое время Он в принципе Достаточно неплохие идеи Генерил И что-то там Происходило И с этим же Спарком Победы Наконец-то Как бы Эта история Оттолкнулась Именно он признал Ущерб Потом Стало происходить То что Некачественная уборка Татарская Организация Которая МТЗшками Пыталась Почистить Город Какие-то Непонятные С комплексами Фото-видеофиксации С питерскими Организациями Которые С ГДМС Я не знаю Рассчитались Или не рассчитались Там больше 100 миллионов Потом Все Энергосервисные Контракты О чем сейчас Говорит губернатор Это все Как раз было И мы об этом Неоднократно говорили И потом мы поняли Что с человеком Нам не по пути И в принципе Глава города Может поставить вопрос На голосование Денис Я прошу прощения Нам просто сейчас Нужна Жизненно Необходимо На рекламу Уйти Денис Ерохин Депутат Кировской Городской думы Мы продолжим Обязательно На таком интересном месте Прерываемся Через минуту Вернемся Особое мнение На 101FM 9 минут у нас есть Еще на беседу С Денисом Ерохиным Депутатом Кировской Городской думы Седьмого созыва Итак Вопрос о самостоятельности Пожелание Большей самостоятельности В главе города Да И когда мы поняли Допустим То что мы Начали говорить Про Шульгина Мы поняли Что человека Надо убирать И я это Прекрасно знаю Причем Мы с ней обсуждали Это неоднократно Что необходимо Просто поставить Вопрос на голосование И проголосовать Но я так понимаю Что ей Не давало Прошлое руководство Области Это сделать В частности Там Губернатор То что касается Осипова Которые только На третий раз Смогли утвердить И который У которого Как говорится Еще Там Все впереди И что впереди Там ему определить Следственный комитет Я надеюсь В 20-м году Я напомню Да У нас Дмитрий Осипов Пришел По нему Это было Еще хуже Вот по Осипову Мне кажется Это Ну было Я очень надеюсь Что это было Дно Кирова То есть И я ему На дно из дом Сказал Что он реально Худший В моем понимании Он худший За все 648 лет Это мое мнение И меня в этом Никто не переубедит Поэтому Когда мы говорили О нем Что давайте Мы его уберем Тосколько я знаю Тоже Ей Этого Не давали Сделать И когда Мой коллега Там Депутат Из КПРФ Кремлев Задал Почему Покрывали Я С точностью Сказал Что нет Никто там Ничего не покрывал И поэтому Я и пожелал Больше самостоятельности Больше Самоопираться На мнение Жителей города На депутатов Как Людей Которые представляют Жителей города И больше Какой-то Самостоятельности И меньше Наверное Не знаю Правильно Это неправильно Меньше Наверное Прислушиваться Во внутренних Вопросах Именно Какие-то Такие Как бы Указания Когда Реально Все мы понимаем Что это Для города Вред Чтобы она Более самостоятельно Была в принятии Этих решений А не Меньше Зависимости От Регионального Правительства Вот так Вот именно Это я Как бы И ей Сказал И Пожелал Ну раз уж Про Дмитрия Осипова Вы заговорили Тут такой информационный вакуум Непонятно Человек проработал До начала августа И все Продолжает исполнить Обязанности Главы администрации Вячеслав Симаков С Осиповым Есть какие-то новости Что-то известно Я напомню Что Денис Ерохин Один из тех депутатов Который Поступательно выступал С критикой Главы администрации Осипова Ты сказал Что Возможно Какие-то дела Нет Дела Я думаю Во-первых Есть дело По архитектуре Я очень надеюсь Оно было фактово Я надеюсь Что уже по-моему Там в ближайшее время Оно перейдет Все-таки Город узнает Этих героев Будущих сидельцев В чем там суть? В суть в том Что у нас полностью Парализовали Строительный Строительный Саморынок И строителям Просто давали Отказы Очень напряженные отношения Между застройщиками Ну мы же все понимаем Прекрасно Почему это было сделано То есть мы все Это все прекрасно понимаем И поэтому Когда отказы давали Когда строители Шли в суд И оспаривали Эти отказы Получали судебные решения Что это Дезаконный отказ И так далее Когда они Втроем Три великих археолога Взяли Раздвинули Вот эту историческую зону То есть это Я думаю Что все будет Предметом Каких-то Ну как бы Уголовных дел Потом Депонятная история Шубина-Ганина Да То есть что там Там должна быть школа Школы нет Там должен быть До конца мая Причем этого года 22-го года Построен садик Садика там в помине То есть там Нет как бы ничего То есть Что там То есть Я думаю Что потом Все эти истории Я думаю Что там Одно из историй Будет ГДМС Я очень надеюсь Что то Как говорится Погрузится Правоохранитель Достаточно Так Глубоко И все-таки Найдут все эти истории Когда там Битвом закупался У нас там У определенных структур Когда там Ну Все мы это знаем Мы уже все это В принципе Как бы рассказали Чего Где и как Да Поэтому Я думаю Что И то что касается Его брата Который был замдиректора Как бы рынка Насколько мне известно Там Сейчас Должен быть Там Второй эпизод Не знаю Насколько он Будет Не будет Но Тем не менее То есть Это было не единственное Проданное помещение Из Муниципальные Да Из Когда там Получил взятку Там 900 тысяч рублей Да Я причем ему На думе говорил Что Все риэлторы города В то время Бегали И продавали Эти муниципальные помещения И говорили Нам надо до октября Успеть То есть Осипов Понимал Что он вряд ли Останется Главой администрации При новом созыве Поэтому Вот они Торпились Распродать Вот Разбазарить Вот это имущество Муниципальное До октября Причем После этого Какие любопытные сведения Их не остановило Ничего И ровно Через неделю После моего выступления На Кировской Кировской думе Его берут Его брата Берут Со взяткой Там В 900 тысяч рублей Ну Видимо У людей Что-то там В голове Вообще Просто Ну Какие-то Непонятные Необратимые Процессы Поэтому Как бы Я думаю Что ему В ближайшее время Найдут чем заняться И найдет чем заняться Я думаю Все-таки Следственный комитет Такое предположение Делаем Пара минут Остается у нас Еще одна структура Которая тоже На протяжении Долгого времени Вызывает претензии У депутата Ярохина Это комбинат питания Тут в СМИ Появилась информация О том Что якобы Будет новый руководитель Что Шамсудинов Да Шамсудинов Насколько я знаю Его Как бы Симаков Попрощался с ним Наконец-то И я надеюсь Что по комбинату питания Наконец-то Шоколадное дело Так называемое Шоколадное дело Когда реально Был причинен ущерб О чем я спрашивал И Копосову На первой Думе Седьмого созыва Сейчас Замглавы города Замглавы города Ну Для меня тоже Это странная Как бы история Когда там Полностью Провались Все социальные сферы И стать Замглавой города Ну Наверное Такая у нас кадровая политика Хорошо Да Сейчас просто не успеем Об этом Все-таки комбинат питания Поэтому комбинат питания Я думаю Что все-таки Вот это уголовное дело Которое было И когда органам Не хватило Именно признания ущерба Да Признания ущерба Вот этих четырех По-моему Четыре там миллиона Мы имеем ввиду Закупку Шоколада В два раза дороже В два с лишним раза дороже Чем они стоили Да То есть они На тот момент В магазине дешевле стоили Причем Все эти предприятия Которые предлагали Дешевле Они все опрошены У них У кого-то было даже в наличии Там и так далее Но вот К сожалению Город не видит В этом ущербе И как они говорили А что в этом плохого Что дети съели шоколадки Это здорово Там может быть Что дети съели шоколадки В определенном количестве Это даже наверное полезно Но тем не менее Как бы мы так говорим Именно об экономическом ущербе И вот тот ущерб Который четыре миллиона Просто всего лишь Надо написать заявление О причинении ущерба О причинении ущерба Муниципалитету И в том числе Это глава администрации Должен Глава администрации И я думаю Что Вячеслав Николаевич В том числе Это обязательно Я думаю Что он сделает Потому что Ну не сделает Тогда у нас тоже К нему Появится сходу вопрос А не вообще То есть Не покрывает ли он там С первого дня Какие-то там Коррупционные истории Поэтому я думаю Что это в его интерес 20 секунд Короткий вопрос 27 октября Будет конкурс На замещение должностей Минуту у нас еще есть Да На замещение должности Главы администрации Города Кирова ЛДПР поддержит Симакова Если он будет участвовать В конкурсе Ну вы знаете Симаков После всех предыдущих Это не самый плохой Глава администрации Скажем так Поэтому давайте Мы дождемся Всех заявителей Да То есть если это Понятно что это Конкурсный отбор Да Поэтому Кто из этого будет То есть как бы И там уже будем Как бы определяться Ну в принципе Я Вот кандидатуры Есть еще На примете Прям Кого можно было бы Посоветовать Вы знаете У нас такая Маленькая скамейка Запасных Я думаю Что это должен быть Минимум хозяйственнее Хоть и многие говорят Что это какой-то политик Ничего там политического Там ничего нет Это именно должен быть Хозяйственник Который любит этот город Который знает Проблемы этого города И который будет Их плавно Там Планомерно Каждый день Понемногу Но решать И город будет улучшаться Вот должен быть Такой человек Никаких там политиков Там Ничего этого нет В общем Хозяйственник Хозяйственник С твердой рукой И с холодным Таким трезвым разумом Спасибо Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы На этом завершаем Сегодняшнее общение До новых встреч До свидания Всего доброго Особое мнение На 101FM